Вы что делаете? Точно папа придумал, это его идея. Это папа придумал, да? А орешки где нашли? На улице нашла орешки, они хоть вкусные? Папа, давай, давай, вкусные. Вкусные орешки? Свежие? Всем привет! Просили, чтобы папа появлялся чаще в видео. Всем привет! Как дела? Да. На канале Блог. Папа сходил в магазин, пил хлебушек свежий. Что ты будешь готовить? Нет, готовить. Нет, не готовить, готовить. Готовить. Пока папа сообразит, Маргарита быстрее все сделает. Сахар. Сахар. Спасибо, Марго. Нет, в русском. Спасибо, Маргошка. Маргошка. Каролина, палец себе не откучи. А? Какая лучшая. Тут уж там нет. Ходятого. Они реально вкусные. Лучше, чем в магазине. Знаете, в магазине продают уже такие старые. Смотрите, как она колотит. Ты ночь. Мне прям страшно. Ты ночь. За твои пальцы. У нас сегодня дождик намечается. Видите, точки. Улыбнись. Вот. Все хотят видеть твою улыбку. Да? Все хотят опять услышать твой смех. На всю квартиру. Так что давай. Улыбайся и смейся. Нет, я подметаю. Подметаю. Нет, ты так себе пальцы отобьешь. Ты чего? Это на улице надо сделать, Лео. Чай. Делаем чай. Чай. Сахаром. Сахаром. Мед чай. Кафе для вечера. Нет. Кафе для вечера. Завтрак. Нет. Не для вечера, для вечера. В утро. Да? Кафе для вечера. Для вечера. Кафе для вечера. Пока там папа собирался, я быстренько уже сделаю омлет. Да? Папа не знает, как делать омлет. Где мы будем? Мы сегодня пойдем за хомяком. Бонечка, привет. Рассуждаем. Что нам лучше сделать? Либо нам в аренду брать дом, либо нам покупать, либо строить. Что хотите? Строить. А если мы будем два года строить? Плюс еще мы должны где-то жить и аренду платить. Мы должны строить и платить за аренду, где мы будем жить. Либо мы просто едем и арендуем так же, как здесь. Но мы тогда будем платить деньги в некуда. Вот как и здесь мы живем, мы арендуем сейчас эту квартиру. Она не наша. Но получается, просто платим аренду и все. Мы отсюда выехали, это не наше. А если мы купим дом, в ипотеку, конечно же. То мы будем выплачивать. Как за аренду намного меньше. Но это наш дом будет. Мы выплачиваем, а это будет наше. Не нужно. И не нужно съезжать никуда. Потому что время идет, осталось совсем чуть-чуть. Буквально два месяца и все. Я сейчас быстренько смонтирую влог. Пока я тут сижу, завтракаю. Папа сидит дома, выбирает. Ух ты. Он такой красивый. Мама, по-моему, маленький. Сколько метров квадратных? Пять. Триста квадратных метров. Нормально? Если эта квартира 150, и дом получается 300. В два раза больше, чем эта квартира. Тут пять комнат, мама. Ну, достаточно нам. И так нужно пять комнат. Не меньше пяти. Нам нужно не меньше пяти комнат. И Бонни комнату отдельно. Да, Бонни? Смотри, большой. Да, и чтобы у нас был двор большой. Потому что мы же будем собак покупать. У нас папа хочет одну собаку. Папа хочет овчарку, Ксюша хочет лабрадора. Понимаете, ребят, что происходит? У нас что, будет три собаки? Вот. Вот так вот мы сфотографировали. Якобы там никого нет. Потому что мы не будем говорить, что у нас есть хомяка. Иначе они начнут там свои правила нам. Так нельзя, так можно. Это кто ел? Это Бонни. Это нельзя, убери. Нельзя, Бонни. А куда я этого кушать? Я не буду кушать. Да не кушай, говорю. Я не говорю, чтобы ты кушала. Выброси. Да, выброси. Ням-ням. Не надо. Бонни, фу. Нельзя. Нельзя, говорю. Ксюша, я тебе сейчас в него затолкнула. Ку-ку-ку. Марго, ты поедешь? Почему? Что дома? Поехали. Ну, поехали. Шумичка выдадут. Поехали. Хоть немножечко проветришься, прогуляешься. Ку-ку-ку. Давай, поехали. Ку-ку-ку. Мама. Марго, ты остается дома? Что? Не знаю, а что это такое. А, мороженое. Хорошо. Все, Маргарита остается дома, а мы поехали. Я не успела смонтировать влог. Смонтирую, когда приеду. Да. Мне не дают поработать нормально, спокойно. Кто-то упал. Светитесь. Мы забыли маски. Ксюша побежала за маской. Мы всегда вот так вот собираемся. Когда куда-то собираемся, это вообще... Это целый театр. Одна вон сидит прячется, она не накрасилась. Она говорит, что она на мальчика похожа. Прячет свое лицо. Все, Макс пока что ничего, так спокойно. Это мы вам не все еще показываем, ребят. Вы еще не все видите. Мы вам показываем самую малую часть нашей жизни. А то, как оно у нас иногда происходит, это, конечно, лучше не показывать. Как все ругаются, как все психуют и нервничают. Не все так идеально. Она не открывала дверь. Там она сначала Боньку в комнату, а потом она открывала дверь. Почему она не открывала дверь? Потому что она не хотела, чтобы Бонька выбежит. Она ее в комнату. С этими масками уже достали, если честно. Вот когда это все прекратится? Маски, маски. Везде маски. Прям уже раздражает. Да, вот именно. Ладно, все, поехали. Все хорошо. Все хорошо. Так, все, мы приехали. Все? А если нам опять не продадут? Продадут! Ой, там кто-то ползал. Ого, я думаю, что это хомячок. Это мышка. Я хочу один мишка. Мишка. Короче, это какой-то вообще кошмар. Те хомячки, которые в четверг продавали, их всех раскупили. Сейчас у них есть еще одни хомячки, но хомячки на карантине. Они должны две недели просидеть на карантине, и потом только их можно продавать. Я вообще в шоке. Конечно. Я первый раз такое слышу. Что за проблема? Мы сейчас поедем в другой магазин. Помните, прошлый раз, когда мы ездили, мы поехали сначала в один центр, да? А что если... И там нам сказали, что они... Ну, если там раскупили, то тогда, я не знаю, нужно придется еще опять ждать. А как мы еще купим? Как они так быстро раскупают хомяки тем более? Ну, наверное, всем сейчас хомяки нужны. Почему? Зачем хомяки? Я не знаю. Нам надо, всем надо. Нам не надо хомяка. Никому не надо хомяка. Ой, вообще, ну, короче, ладно. Поехали, мы успеваем? Да, мы успеваем. Мы поедем сейчас в другой магазин. Она еще сказала, что нельзя забронировать, например. Даже если ты сейчас заплатишь, нельзя бронировать. Нужно просто приехать, и все. Успел, значит успел. Не успел, значит все, пролетел. Ну, ладно, поедем, попытаем счастье в другом магазине. Но я, конечно, купить хомячка, я не знала, что это такая проблема, купить хомячка. Вот так. Так, здесь вроде как написано, что есть один хомячок, и здесь есть четыре хомячка. Вот здесь вот. А, вот так, один, два, три. Да, четыре. Мы хотим купить четыре. Сейчас подождем. Как они спят тут. Привет. Их лучше не платить, мама. Вы такие хорошие. Мама, хомяккуш. Может быть, такого взять? Давай. Мам, давай такой. Мам, ну давай такой. Вот тут есть. Раз, два, три. Все, набрали всего. Сейчас будем вытаскивать хомяка. Да? Да. Не хочет вылазить. Кусается. Если вы притер. Нет. Это листов. Эй, наш хомячок. А когда мы переедем, если Кик еще будет жить, как мы их туда? Еще возьмем коробочку. Еще одну? Да. Такую же? Да. Тут вот сидит наш мальчик. Мы взяли мальчика. Сейчас пока принесем, пока ему там. Как назовем? Как назовем? Не знаю. Надо думать. Я не знаю. О-о-о-о. Малыш. Мирань камера. Мирань камера. Мирань камера. Мирань камера. Нет, гладить нельзя. Укусит. Укусит. Он боится сейчас. Каролина. Все, можете нас поздравить. Мы купили хомячка. Нам сказали. Мы спросили, можно ли с ним переезжать в другую страну. Нам сказали, можно, только хомяк потом должен быть на карантине две недели. Такое ощущение, что, не знаю, хомяк, мы переедем, и хомяк пойдет везде гулять. Как может хомяк идти гулять? Я не знаю, поэтому я же говорю. Как будто бы мы его там будем выгуливать везде. В общем, хомяк должен сидеть на карантине. И никуда не ходить. Он такой милый. Ой, такие смешные иногда, конечно. Не карликового хомячка взяли, а побольше. В общем, будет в два раза больше, чем Кипи. Ему сейчас восемь недель. Ему, получается, два месяца. Где-то в феврале, наверное, он родился. Если ему два месяца. Все, поехали. Пишите в комментариях ваши идеи, как нам назвать хомячка. Это мальчик. Вы рады? Я не вижу. Я не вижу радости на ваших лицах. Еще один питомец маленький. Все. Унесешь сама? Сможешь? Унесу ничего. Все, мы приехали домой. Хомячок. Так, сейчас мы будем обустраивать домик. Смотрим, как все пойдет. Мы заехали, купили мороженое. Маргарита попросила. Бонни, у нас новый друг. Бонни, смотри. Мы купили ей свинью. Бонни, смотри. Она обожает свиньи. Твоя новая подружка, Бонни. Это дружок новый. Неси, неси свинюшку. Да, его нужно 3-4 дня, чтобы вообще не трогать, вообще не доставать, пока он привыкнет. Ну, мы его в клепку, конечно, пересадим туда, в аквариум. Но его нельзя трогать. Ну, он в два раза больше будет, чем Кики. Это какой-то голуб-хамстер. Он маленький, помечен сейчас. Он как Кики, да. Даже чуть, по-моему, побольше, чем Кики. Пойдем, унесем в комнату пока, ставим, чтобы он спокойненько посидел. В тишине. Я не пугался. Кики, к тебе подселение. Мам, нет, наверное, не будет. Меса тут половина. Бонни, кто там? Ты хомячка охотит, да, посмотреть? Она прям скулит. Кто там, Бонни? Бонни, кто там? Там новый дружок, да? Пирожок. Нельзя. Нельзя. Папа сидит, думает, что делать с аквариумом. Сосед появится скоро. Да, Кики? Он такой маленький по сравнению с ним. Сейчас у него бухает, посмотрит домик. Ты чувствуешь, да, кто-то там есть? Чувствуешь, чувствуешь. Вот так. Нет, нельзя. Они могут подраться, если ты их вместе посадишь, они могут подраться. Нормально входит или маленько? Там хомяк, если что, осторожно. Я пазуф. Там пополам Кики не разрубите. Папа, я пазуф. Пополам разрежу-то я. Теперь неси совок, будем пересыпать немножечко опилок. Опилки пересыпем, а то их очень много. Прям получается будет наверху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Держи делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, спокойной ночи Я ушла, спать? Нет Спать, до завтра Мы должны лечь пораньше Спать Кто поедет, кто хочет, тот может ехать Кто не хочет? Если хотите, можете оставаться дома Никого не заставляем Поедем Погода хорошая На следующий выходной погода будет плохая Поэтому лучше Лучше поехать На этой неделе погулять Так что, ребят, всем спокойной ночи Всем пока Пока